В предыдущей серии я рассказывал об истории усадьбы Заключия и показал вам главный дом, его архитектуру и состояние, увы плачевное на момент моего пребывания там в августе 2017 года. Теперь мы отправимся смотреть жилые и хозяйственные постройки, расположенные рядом с усадьбой, и сохранность большинства из них намного лучше, чем главного дома. Во всяком случае, почти везде сохранился быт и предметы интерьера конца прошлого века. А вот это уже не совсем обитаемый дом. Находится он буквально в нескольких шагах от усадьбы. Типичный деревенский дом с печью, причем печь замечательно сохранилась. Здесь находилась кухня, даже осталась еще кухонная утварь, тарелки. Интересно, что здесь можно верить какой-то документ, явно связанный с бухгалтерской отчетностью. Здесь сохранилась кровать, стол, стулья. Когда-то это был вполне обитаемый жилой дом. Всегда интересно посмотреть помещения, в которых словно недавно были люди. При входе мы видим гору бутылок, занавески на окнах, остатки мебели. А здесь, судя по количеству кроватей, в последнее время обитали или бомжи, или гастарбайтеры. Сохранилась даже плита. Упаковка от кассеты, от аудиокассеты и зубной пасты. И опять же, какие-то бухгалтерские документы. А вот это обложка от виниловой пластинки. Точнее, вот такие вот маленькие пластинки, они были не на виниле, а на своеобразной резине. Сохранилась трюма, шкаф. Это была жилая комната, возможно, даже гостиная, остатки от телевизора советского, зонт. Что интересно, календарь за 2004 год. То есть, в этом помещении люди в 2004 году еще жили. Вот еще одна жилая комната. Сервант, складной диван, даже люстра. А с этой стороны тот дом, который я принял за многоквартирный, обрушился. И почему я сказал, что я принял? Он тоже частично построен из кирпича. Частично мы можем видеть тот же самый природный камень. Судя по кирпичной кладке над окном, где обнажилась штукатурка, сам дом достаточно старый. И, вероятнее всего, это был один из хозяйственных флигелей усадьбы или построек для прислуги. Ну, а вот эта деревянная часть пристроена была уже позднее. Итак, посмотрим, что же нас ждет там внутри. Да, судя по всему, здесь сохранность гораздо хуже. Честно говоря, вот в такую обрушившуюся часть даже немножечко стрёмно заходить. Ну и да, здесь делать, увы, нечего. Вот эта деревянная пристройка оказалась намного интереснее. Кстати, вот еще пара помещений, в которые я не заглянул, когда осматривал усадьбу. Но здесь все очень печально. Вероятнее всего, в этих постройках меня ждет такая же картина. Разве что можно полюбоваться еще раз на каменную кладку. Здесь немножечко интереснее. Здесь спуск в подвал усадьбы. Почему-то изначально мне показалось, что как такового подвала здесь нету, но я ошибался. И здесь мы можем видеть классический старинный подвал. Очень колоритный. Он проходной насквозь оказывается. Там я уже вижу свет с улицы с другой стороны. Вот здесь вот проходили коммуникации. Видны следы сверху. Свисает утеплитель. Небольшой, но симпатичный подвальчик. А еще рядом с усадьбой находятся пары домиков. И один из них явно технического назначения. Если обойти это здание вокруг, то судя по большому количеству просыпанного рядом с этим зданием угля и возвышающейся над нем закопченной трубы, несложно предположить, что здесь находилась угольная котельная. И сейчас мы посмотрим, как же выглядит угольная котельная. При входе нас встречает строгая табличка о том, что посторонний вход воспрещен. И в самом здании мы видим ту самую трубу, только обложенную кирпичом. Постаменты для котлов. Вероятнее всего котлов здесь было два. И впереди проход в еще одно помещение, которое находится ниже уровня земли. Можно предположить, что здесь когда-то был склад угля. Нет, здесь находился еще какой-то агрегат на постаменте. Ну а там было помещение, предназначенное для речной гигиены. Сохранилась, скорее всего, даже оригинальная лопата, которой насыпали уголь. И рядом еще одно небольшое помещение. Скорее всего, что-то типа раздевалки и комнаты отдыха для работников котельной. На книжке мы читаем агрегаты. Название агрегата электронасосные и центробежные консольные. Паспорт. И что интересно, Катайский насосный завод. 2002 года. Помню о том, что мы видели началом 2000-х годов в одном из домов календарь. Можно установить точную дату, что 15 лет тому назад здесь еще не просто теплилась жизнь, а вполне все функционировало. Вот здесь сохранилась лестница к многоквартирному домику, который я посмотрел незадолго до этого. А вот и то самое озеро, на берегу которого расположена усадьба-заключье. Напоследок я решил искупаться в прохладных водах вечернего озера перед долгой дорогой до Питера. К усадьбе ведет вот такая дорога. Вполне себе приличная. Местами можно ехать даже около 40-60 км в час. Но вероятнее всего наличие такой хорошей дороги связано с тем, что здесь ведутся лесозаготовки. И ходит тяжелая техника. Поэтому дорогу периодически подлатывают. Еще совсем недавно во время поездки в Калязин я немножечко доконал свой и без того многострадальный глушитель. И поэтому теперь это звучит приблизительно вот так вот. И сейчас по дороге до Питера я хочу где-нибудь остановиться и найти возможность отремонтировать глушитель. Потому что мне такая песня совершенно не нравится. Остановился я здесь, чтобы показать путепровод, проложенный под железнодорожным полотном. Под этим путепроводом проходит дорога в сторону усадьбы Заключья. И что интересно, здесь мы можем видеть такой забор. Конечно, никого он не остановит. Но оказывается у нас железные дороги до сих пор являются стратегическим объектом. В следующем репортаже о поездке в Питер мы отправимся в коллектор глубокого заложения и расскажем о том, как устроена питерская канализация. Не забывайте ставить большие пальцы вверх и репостнуть это видео в своих соцсетях. Это будет самой лучшей поддержкой для нашего канала. И, конечно же, подписывайтесь, если вы еще этого не сделали. А я прощаюсь с вами, дорогие друзья. Всего вам самого наилучшего!